Юльская история с нашествием тараканов в одном из домов по улице Набережной запомнится жильцам надолго. Но не успели люди отойти от бесконечных атак противных насекомых, как у них возникла еще одна беда. По соседству с жилым домом имеется коллектор с теплыми и такими уютными для бездомных людей трубами, которые помогают бродягам спастись в холодные ночи. Импровизированный хостел для бездомных завален тряпками, теплыми вещами и остатками еды. Ночующие нередко коротают здесь вечера под бутылку-другую спиртного, а также не стесняются курить и разжигать костры прямо под бетонными плитами. Дымом от горелых тряпок приходится дышать жильцам дома напротив. Устав от бессонных ночей, собственники квартир совместно с предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность в помещениях, расположенных в доме, уже неоднократно обращались в администрацию города и к представителям ТГК-14. Из года в год, когда начинается холода, холодное время суток, люди вот у нас с низкой социальной ответственностью начинают обживать этот коллектор, наносят туда, как вы видите, теплые вещи, они здесь курят и начинается возгорание. Возгорание потом, как по дымоходу этот весь дым идет к нам в пятиэтажный дом. Сапожникову когда письмо писали, он ответил нам, что здесь по проекту все сделал нормально, я думаю, что по проекту здесь не доделано. После наводнения 2018-го именно через этот коллектор топило подвал и вода через дом выходила во двор. В декабре прошлого года ресурсники заблокировали доступ в коллектор, поставив в проем решетку. Спустя какое-то время ее выломали. Тогда было принято решение заварить вход металлическими листами, но и они в итоге были демонтированы. Это популярное у бездомных людей место снова привлекло внимание последних. Здесь решеткой было запаяно все. Это их не устраивало, вот этих товарищей. И эту решетку убрали вообще. Мусору было выше головы. Мусор больше машины вывезли. Убрали все это, запаяли. И потом это все запаянное убрали. И вот результат. Ведь за моей спиной какой мусор. Во время съемок нам удалось познакомиться с постояльцем коллектора. Им оказался 42-летний Алексей, который когда-то проектировал и строил мосты, а сейчас сам вынужден жить под мостом. История Алексея не отличается от тысячи других, чья судьба сейчас складывается подобным образом. «Первое время работал здесь». «На пожарке работали?» «Да. Дворником раз». «Ну вот если сигаретка упадет, а курок загорится же все. Сами-то не боитесь сгореть?» «Да, он на улице курит». Алексей оказался ответственным и пообещал, что будет следить за тем, чтобы другие постояльцы не разводили в коллекторе огонь. Нужно сказать, что мужчина, завидев камеру и микрофон, забеспокоился. Ведь рано или поздно придут люди и закроют вход в коллектор. И тогда Алексею придется искать другое место для ночлега. Но и жильцов дома он прекрасно понимает и разделяет их опасения. А собственники квартир и предприниматели в свою очередь просят считать этот репортаж обращением городской власти и в компанию ТГК-14, хотя бы привести коллектор в надлежащее состояние.